Для кого-то Доминикана это пальмы и пляжи, белый песок и красивые яхты. А для самостоятельных путешественников эта карибская страна может открыть еще много своих красот. Но иногда все упирается в логистику перемещения по острову. Готовясь к самостоятельному путешествию по Доминиканской республике, мы так и не смогли найти в сети внятного объяснения, как же добраться с полуострова Саммана до Пунта-Камы. И поэтому, вернувшись домой, решили снять свой фильм, который будет подсказкой другим любителям самостоятельных путешествий. Мы прибыли в городок Санта-Барбара де Саммана. И действительно, здесь улица вдоль набережной очень напоминает старинный американский городок. Деревянные дома, 1- и 2-этажные, разного цвета, пальмы. Очень необычно. Что интересного мы увидели в Санта-Барбаре де Саммана, можете прочесть в нашем блоге по ссылке, которую мы прикрепили в описании к этому видео. Или просмотрев другие наши фильмы о Доминикане. А заодно не забудьте подписаться на наш канал, и мы начинаем рассказ про непростую дорогу до Пунта-Камы. И вот мы расстаемся с гостеприимной Санта-Барбара де Саммана. И стоим в местном порту в ожидании отправления нашего корабля в Сабана-дель-Мар. Это город, в котором есть дорога до Пунта-Камы. Вон там стоит катер береговой охраны. А вот это, скорее всего, корабль, на котором мы поплывем. Из него сейчас выгружаются туристы, а мы поплывем в обратную сторону. Сегодня нам предстоит переплыть залив в направлении города Сабана-дель-Мар. Найти транспорт, который оттуда довезет нас до городка Мичос. А там пересесть на маршрутку Мичос-Пунта-Кана. Вот так выглядит морской автобус, который перевозит пассажиров из Санта-Барбара де Саммана. Сабана-дель-Мар по морю. Стоимость проезда здесь 250 местных песо. Время в пути, пока мы не знаем. Мы отчалили, проплыли мимо корабля береговой охраны и начали любоваться островами, которые живописно расположены в бухте. Прошло минут 20, волнение усилилось, и мы понимали, что не все доплывут до берега в нормальном состоянии. Так и вышло. Нашему новому приятелю из Германии, с которым мы познакомились на пирсе, стало совсем нехорошо от морской болезни. Кораблик причалил к длинному деревянному пирсу Сабана-дель-Амар, и к нам на борт влетелого тага мужиков, которые начали выбрасывать в окна чемоданы всех пассажиров. Там их подхватывали другие парни и убегали с ними на берег. Мы вначале были ошеломлены такой активностью, но потом нашли наши чемоданы в ближайшем кафе, где местный помогайка выпросил за свою работу 20 песо. Мы доплыли из Саманы до Сабана-дель-Амар. Переплыв занимает где-то час-двадцать. Волны были очень сильные, многим было плохо на корабле, поэтому, если вы планируете свое путешествие с тем, чтобы переплыть этот пролив, будьте готовы к присутствию морской болезни. Мы еле дотерпели, буквально я. Последние 5-7 минут были очень тяжелыми. И вот сейчас нас встретили, забрали чемоданы, и сейчас мы торгуемся за такси до Пунта-Кана. Из Сабана-дель-Амар добраться до Пунта-Кана нужно с пересадкой в поселке Мичис. То есть вначале Сабана-дель-Амар, потом Мичис, там выйти, пересесть на маршрутку Мичис-Пунта-Кана. Но, чтобы вы понимали, только что обогнали такую маршрутку, там набито людьми так, что чемоданы доверха, сверху, людские, на самом деле. И вот у нас среди всей этой кучи, сидя, стоя, находится несколько людей. Поэтому мы решили не рисковать и не трястись медленно в такой толпе душной, а просто взяли целую маршрутку, арендовали ее сразу до Пунта-Кана. Это вполне возможно сделать прямо на пирсе Сабана-дель-Амар. Помогайки, которые бегают там, пригонят вам эту маршрутку прямо к пирсу. Наблюдая пасторальные пейзажи за окном, мы обсуждали, почему же доминиканцы так любят лотереи и верят в свою удачу. На улицах поселков, которые мы проезжали, располагалось по нескольку лотерейных магазинов. При этом продуктовый был всего один. Как говорится, люблю путешествовать с комфортом, поэтому в этой маленькой, но очень длинной машине на 14 мест мы едем вдвоем, вытянув ноги на два сидения вперед. Наш персональный водитель под предлогом личных нужд вежливо завез нас в один из магазинов на трассе, где продавцы любезно предлагали нам сигары, рубашки гавайских расцветок и местный напиток мамахуана. Мы на него совсем не сердились, потому что сами планировали посещение подобной торговой точки перед вылетом домой. Подъезжаем к нашему отелю Барселла Бавара Бич Адюльтонли. Нас проверили документы на въезде, очень сурово, но потом радушно пропустили. О том, как прекрасен этот отель, мы расскажем в другом видео. А сейчас порадуемся, если наш фильм поможет другим путешественникам, которые самостоятельно открывают Доминикану. Не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки и обязательно путешествуйте. Субтитры подогнал «Симон»!